всем привет дорогие друзья с вами андер сиверс и сегодня на 23 февраля у нас будет ролик по сборке по моему мнению топового пк для дома для игр вот все же мы начнем мы начнем с процессора процессор у нас будет на сокете 2011 3 6 ядерник i7 58 20k я принципиально не хочу брать sky lake это тупо маркетинговый уход они чуть-чуть прибавили производительности от простого хасвелла и все здесь хасвелл е чуть-чуть помедленнее ядро чем у обычного хасвелла но и получается сколько вот прирост от хасвелла обычного к sky lake у процента может быть 3 не больше но от этого 5 7 но здесь 6 ядер а в sky lake 4 ядра соответственно здесь еще плюс 6 потоков ну а там еще 4 потока вот но вы скажете то что у меня танки не жрут все эти твои 6 ядер мне это не нужно ну тогда пожалуйста закрой это видео и все потому что такой процессор вообще берется под скажем так видеокарты штуки 2 вот но я беру понимаете с тем условием что потом вы сможете поставить на этой же платформе другую топовую видеокарту и она у вас будет спокойно работать процессор все будет вытягивать но но еще к тому же выходит скоро а и 7 8 ядерники по моему и 10 ядерники вот но там конечно говоря цена будет по 1000 долларов но но посмотрим посмотрим это уже будет по моему в июне или июле если мне память не изменяет они их представит уже есть ничего особенного нету мы его будем разгонять до 4000 мегагерц вот соответственно материнку мы к нему берем средняя по цене асусовская есть мсi подешевле есть asus sublizub подороже вот но это такая средненькая цена можно сказать по отзывам что здесь полностью видеокарты не будут в силу работать 16 на 16 можете прочитать подробно этот отзыв вот дальше что дальше что вот дальше у нас пойдет кулер кулер но кто и наш d14 можно было d15 взять у него вот этот второй вентилятор получше ну и как получше он просто-напросто побольше и все но самое главное взять чтобы он для 2011 для 2011 3 был вот можно было взять водяную систему охлаждения но так скажем блин они хреновые достаточно за десятку я смотрел капитан 240 вот но его по мне было даже в регарде а другие там стоили десятку я решил как бы если вот этот вот процессор мы не будем гонять фурмарки по 30 по минут то вот этого кулера нам хватит в принципе когда этот будет разогран разогнан до 4 гигагерц дальше что у нас дальше дальше у нас оператив очка потому что ну 16 его будет достаточно поэтому я взял 16 гигов будет норм можно было взять подешевле модель но у нас же топовые пока надо чтобы все было четко красиво ровно здесь особо ничего говорить нечего но можете взять самую дешевую оперативку в принципе без разницы дальше у нас идет видеокарта 980 ти разумеется вот конкурентов от радика принципе у ней нету можете сказать 390x я бенч марки не смотрел не смотрел но блин она даже 390 если на уровне 970 где то то на уровне 980 390x я не думаю вот почему не asus или не другие фильмы подешевле здесь как бы три вентилятора охлаждения это нормально вот чем у нас еще есть вот принципе нормально здесь охлаждение и питание асусовская стоит подороже подороже стоит она 1000 на 2 на 3 но тоже с тремя вентиляторами там стрикс что ли хрен знает короче говоря вот этого нам достаточно будет лет думаю я так вам не могу говорить насколько хватит видеокарты она работать конечно вы часы gt 9 600 нормально работают а сколько уже лет прошло значит это и хватит год на 4 на 5 потом можно будет менять а вот этом вы можете не менять спокойно вот это вот и вот это вы не сможете менять вам не нужно будет просто поменяйте вот это вот и все на новое там паскаль будет но после паскаля в девятнадцатом году по моему что-то еще выйдет новое хрен его знает там с памятью hbm уже будут дальше нам хороший блок питания нужен сразу решил это что возьму энхейнс на 1000 ватт нормасик кстати да вот скорее всего если здесь в комплекте поставки ничего нету нормального то есть как бы нету переходника на 8 и 8 пин то придется его докупить но это в принципе копить потому что здесь 6 пин вся экспресс их две штуки повод запасом так сказать берем блок питания ну на же как вот российские граждане не по еврейски привыкли брать да все надо брать вот запасом чтобы хватало вот дальше у нас ссд hdd будет чуть попозже ссд насчет него хотел бы чуть поподробнее остановиться но как подробнее не совсем подробно есть красные наклеечки у них по-моему память немножко другая тип памяти тел си самые крутые получаются вот но они написано то что меньшая скорость у них вот но ресурс получше вот кстати хрен его знает насчет ресурса и всего такого по отзывам пишут что работает все нормально вы можете спокойно вот почитать тут я пролистаю а вы остановите почитайте если конечно вам это будет видно вот ну а мы идем дальше чего у нас дальше дальше у нас жесткий диск жесткий диск vd blue разумеется в других сборках я тоже по-моему блушку брал ну принципе цена-качество соотношение нормальная 7200 оборотов в минуту вот но единственное жалуются то что они шумят у меня кстати вот мой vd blue тоже шуме достаточно но я его в программке смотрел кристал диск инфо ничего там не плохих секторов ничего нету все состояние хорошее просто пишут и все спустя там 4 хотя для 4 года для hd это не слишком много надо будет еще старый проверить у меня с 10-летней на 250 гигов вот но это уже другое почему не сидит барракуда сидит барракуда по нему вы можете зайти посмотреть опять же я не буду показывать по нему достаточно нехорошие отзывы идут то что он накрывается у них года через два и все такое так снова дальше у нас корпус корпус нам нужен такой чтобы у нас вот это но кто а влезла и я посмотрел в принципе думаю впритык или может не впритык влезет у нас в такой вот корпус от x аэрокул есть видите для видеокарты 380 миллиметров максимальное расстояние потому что нас расположение блока питания нижняя здесь вот он куда-нибудь наш инхейн сюда встанет тут а у нас материнка будет вот тут но кто будет у нас эти вот видеокарточку вот так вот на где-нибудь закрепить можно будет жесткий диск и ssd вот в принципе на этом что может сказать сборочка наша виртуальная завершена обходится нам это все пожалуйста 145 тысяч 110 рублей я посчитал вот до кризиса до кризиса это могло бы обойтись я думаю где то вот я не помню чтобы на 2011 3 процессоры дорого стоили он стоил бы наверное тысяч может быть 25 максимум видеокарта разумеется стоила бы дешевле материнки слишком дорого не стоили не помню чтобы они дороже пятнашки были на оперативку все тонны видеокарты конечно они всегда дорого стоят стоило бы она 45000 у нас 980 тяй вот но корпус опять же предпочтение каждого так что это уже выбирать вам но вот мой вариант сборочки такой который вам хватит лет на пять я думаю вот укладывается она в 145 тысяч сто десять рублей спасибо за просмотр друзья большое можете подписаться на канал до новых встреч ребята всем пока пока до новых встреч